Эй, здорово, мужики! Меня зовут Дима, Динамит. Я играю в PUBG, играю уже примерно 3000 часов. И мне есть что рассказать новичкам, которые пришли в PUBG, когда он стал бесплатным. У меня будет несколько частей этих уроков для новичков. Первая часть сегодняшняя будет о том, как правильно падать с самолета, как первым приземляться, как первым брать оружие, чтобы иметь преимущество над врагом. Погнали! Но прежде чем начать, самый главный совет. Купите себе наушники. Наушники это 60% ваших побед. Хотя бы капельки. Если ты знаешь, где враг, знаешь, откуда по тебе он стреляет, как он передвигается, у тебя будет преимущество над ним. У меня, допустим, обычные наушники, Philips, они выглядят вот так. Стоят они дорого, до 1000 рублей, можно купить без микрофона. Выкручите на максимальную громкость и юзайте на здоровье. Итак, прежде чем выпрыгивать с самолета, мы должны определиться с местом, куда мы будем приземляться. Если мы выбрали сосновку, то выходить с самолета нужно заранее. Если, допустим, мы выбираем гадку, то выходить нужно перпендикулярно. Выбираем кемпы под самолетом, выходим также заранее. Враг выпрыгивает позже вас, а вы уже на середине пути и набираете скорость. Следующий шаг. Определяемся, в какую сторону от самолета вам нужно будет лететь. Корректируем направление по верхней точке и азимуту. Готовимся к высадке. Зажимаем кнопку W. Нажимаем F, чтобы выйти из самолета, не отпуская кнопку W. Следует двигаться немного выше, выбранной точкой, а не прямо на нее. Так, чтобы в конце оставалось место для высадки. В конце полета наступает самый главный момент – просадка. Замечаем, что осталось совсем небольшое расстояние до открытия парашюта. Смотрим на мини-карту. Такого расстояния должно хватить для высадки. Зажимаем Shift для резкого набора скорости. А вот и просадка. Ваше тело протянуло парашют намного ниже, чем обычно. Да, врага рядом не оказалось. Но знайте, что при выполнении всех этих действий вы будете первым на месте. А теперь разберем другую ситуацию, с другой траекторией полета самолета. Если вы хотите упасть, допустим, в Жиржополь, необходимо падать заранее с первой же возможной высадки. Если же, к примеру, вы хотите упасть в починки, ставим точку и падаем заранее. Но расстояние тоже меньше, так как мы падаем ближе к самолету. Если хотим упасть прямо под самолет, то расстояние делаем еще меньше, но все равно падаем заранее. Я выбираю Жиржополь, Георгополь, Жоржик, кто как называет. Будем стараться упасть в это место, быть первым. И, конечно же, не облажаться. Техника прыжка и падения все та же. Самое главное, чтобы в конце у вас было расстояние для просадки. Зажимаем Shift, ускоряемся и стараемся, чтобы ваше тело протянуло парашют как можно ниже. После открытия парашюта стараемся осмотреться. Видим, что мы первые, а значит наша техника работает. Эта техника работает на трех больших картах. Эрангель зеленая, Мирамар пустынная и Таего перед вами. Если мы хотим упасть на терминал, падаем также заранее. Если мы хотим упасть на какой-то другой город ближе к самолету, падаем также заранее, но уже ближе. Пытаемся упасть под самолет, падаем также раньше, но уже ближе. Падаем далеко от самолета, выходим из него перпендикулярно. Самое главное, чтобы в конце полета у вас оставалось немножечко высоты для просадки. Я выбираю терминал и буду падать туда, на крышу. Если в конце падения вы не наберете скорость, то просадки не будет и парашюта тянет вас назад. Первым же делом ищем оружие. Пистолеты перезаряжаются быстрее всего, это нам подходит. И вот мы смотрим, как враг уже просит его не убивать. А вот и мой любимый санок. Санок маленькая карта, такая же как и Каракин. И здесь самолет летит довольно-таки высоко, а карта маленькая, поэтому можно долететь до любой части. Если падать в буткэмп, к примеру, надо падать с самого начала самолета. Если падать чуть ниже, увеличиваем расстояние, но все равно падаем заранее. Если падаем очень далеко, выпадаем перпендикулярно. Я буду падать в буткэмп на крышу, с самого начала самолета. И постараюсь упасть первым, чтобы у меня было преимущество. Ну а техника падения все та же, что и на больших картах. Летим чуть дальше выбранной точки. В конце зажимаем shift, набираем скорость и выполняем просадку. И ребята, даже несмотря на то, что я сейчас облажался, упал в какую-то яму, поднялся, взял оружие. Мне все равно хватило времени быть первым. Ну что, мужики, все, что я вам сказал, это всего лишь теория. И вы должны использовать ее на практике. Спустя множество проб и ошибок, вы поймете, как это работает. И вам уже не нужна будет траектория полета, точки. Вы будете интуитивно понимать, когда вам упрыгивать, какое расстояние лететь, в какой момент зажимать shift, чтобы сделать просадку. Хотел бы дать еще один совет новичкам. Он очень дельный. Ребята, не падайте на самый край карты. Не берите машину, не уезжайте в большой город, чтобы пол катки лутаться, потом возвращаться в зону и умирать от первого же человека. Упадите в центр карты. Ну, в какие-нибудь маленькие кимпы, чтобы с вами упало хотя бы двое или один, чтобы вы сделали несколько киллов. И дальше вам играть было намного лучше. Просто признайтесь, намного круче выходить в лобби, сделав что-то в игре, чтобы в голове это отложилось. После вкуса и откатки будет оставаться положительным. И если вы все еще смотрите этот видос, значит он вам зашел, значит вы что-то взяли для себя интересное. Я прошу за него совсем немного подписаться на мой канал, приходить на мои стримы, ведь они проходят практически каждый день. Знаете, ребята, что то, что я вам рассказываю, оно не дает 100% преимущество на врагом. Да, вы упадете первым. Да, у вас будет оружие в руках. Да, вы сможете убить противника. Одного. Потом второго. Но. Дальше уже полет сам и парашют не решает. Дальше решает ваше знание в других областях. Как работает оружие, как двигается противник, как лучше стрелять и как держать отдачу. И еще будьте в курсе, что дробовики очень мощное оружие. Спасибо, что досмотрели. Будут еще видосы. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok